Использовать ли подсластители, если вы отказались от сахара? Давайте разберемся. В этом видео я расскажу вам то, что думаю я по этому поводу, а в конце этого видео вы можете принять свое решение, употреблять вам подсластители или нет. И первый момент, который нужно иметь в виду, это зависимость от сладких вкусов. Очень мало людей на самом деле не испытывают тяги к сладким. Обычно средний человек очень любит сладкие вкусы, и пытается всячески их получить. Поэтому, когда мы заменяем сахар на какие-либо подсластители, сахарозаменители, мы поддерживаем свою тягу к сладкому и дальше. То есть мы просто заменили один сладкий вкус на другой сладкий вкус, и это все еще поддерживает нашу зависимость. Если вы хотите избавиться от тяги к сладкому и избавиться от сахарной зависимости, то я бы вам рекомендовала попробовать обходиться совсем, без каких-либо подсластителей, либо сахарозаменителей. И таким образом вы намного быстрее приблизитесь к своей цели избавиться от сахарной зависимости. Второй момент, который следует учитывать при употреблении сахарозаменителей и подсластителей, состоит в том, что любой сладкий вкус, неважно какой у него источник, будет способствовать выработке инсулина. То есть так устроен человеческий организм, что на сладость поджелудочная железа реагирует выработкой инсулина. Неважно, сахар это или еще какая-то сладость, в любом случае инсулин будет вырабатываться. Основная задача кето-рациона, если вы на кето, состоит в том, чтобы удерживать инсулин на достаточно низком уровне, чтобы включить режим жиросжигания. Употребляя подсластители или сахарозаменители вместе с едой, ну то есть вы поели какую-то хорошую еду, качественную, полноценную, и запиваете свою еду чаем или кофе с добавлением подсластителя, то инсулиновый ответ в целом на этот прием пищи будет на 10-15% выше, чем когда мы не используем подсластители или сахарозаменители в своем питании. Может показаться, что цифры в 10-15% это немного, но на самом деле этого достаточно некоторым из вас для того, чтобы вес не снижался. Бывает так, что при переходе на низкоуглеводное высокожировое питание вы хорошо теряете вес, используя подсластители и сахарозаменители, доходите до верхней границы своей нормы, то есть, к примеру, для меня это 68 килограммов. Вот, допустим, я до нее дошла. А дальше вес не уходит. И вот эти как раз 10-15% инсулиновой волны, если их убрать, дадут вам снижение, дальнейшее снижение веса до середины нормы, так скажем. Мой совет такой. Если вы достигли верхней границы своей нормы, но вам хочется похудеть еще на 3-4-5 килограммов, то есть, на небольшое количество, и они для вас лишние, то попробуйте убрать из своего рациона подсластители и сахарозаменители. И, возможно, в этом случае вам удастся прийти к своей физиологической норме естественным образом. И расскажу на своем примере. Долгое время моя масса колебалась. В пределах 64-66 килограммов. И несколько лет для меня это был уровень нормы. То есть, когда-то в молодости мой минимальный вес был 60 килограммов, но до него я так и не дошла. И вот эти вот 64-66 килограммов болтались туда-сюда несколько лет. Но мне хотелось большего. А я употребляла стевию, употребляла ретрит в качестве подсластителей. Я решила от них отказаться. И буквально за три месяца я избавилась от трех лишних килограммов, которые я считала лишними. И в настоящее время мой вес составляет 62-63 килограмма. Это идеально для меня и меня это устраивает. Попробуйте и вы. Третий момент, который также следует учитывать при употреблении сахарозаменителей и подсластителей, это переедание в целом. Как это выглядит на практике? Вы съедаете свой обед, завтрак, ужин полноценный, качественный. То есть, например, это яйца или какой-то кусок мяса или какая-то рыба. Плюс хороший гарнир. Вы наелись, чувствуете себя отлично. Но у вас есть десертик из какой-то там ореховой муки, допустим, и подсластителя. И как бы сильно вы не наелись в свой прием пищи, у вас всегда найдется место для этого десертика. А десертик, он уже лишний. Это лишние калории, лишняя энергия. Когда мы получаем лишнюю энергию из еды, жиросжигание останавливается. И, соответственно, мы видим либо плато, либо набор веса. Поэтому, если вы хотите достичь своего нормального веса и удерживать его, попробуйте обходиться без десертиков с подсластителями и сахарозаменителями. Я не говорю, что надо отказываться от них совсем. Это, в принципе, невозможно, поскольку у каждого человека есть тяга к сладкому. Но значительно сократить количество десертов вы вполне можете. И это пойдет вам на пользу. И еще один момент, который стоит учитывать при выборе подсластителя или сахарозаменителя, если вы собираетесь ими пользоваться, что вещества с интенсивно сладким вкусом выжигают наши рецепторы удовольствия, то есть дофаминовые рецепторы. Когда повреждаются рецепторы к дофамину, то есть гормонам удовольствия, мы можем получить уход в депрессию, из которой потом будет очень трудно выбраться. И короткое резюме. Сахарозаменители поддерживают нашу тягу к сладкому и зависимость от сладкого. Сахарозаменители вызывают усиленный инсулиновый ответ по сравнению с той же едой без сахарозаменителей. Сахарозаменители способствуют перееданию. И сахарозаменители могут нарушить нашу связь с гормоном удовольствия дофамина. Употреблять ли вам подсластители и сахарозаменители, решать, конечно же, вам. Я свой выбор сделала. На данный момент я обхожусь без подсластителей и сахарозаменителей, чувствую себя при этом хорошо и поддерживаю свой идеальный вес. А если вы примите решение продолжать употреблять сахарозаменители и подсластители, то советую посмотреть два моих предыдущих видео. Одно из них называется «Подсластители для кета». То есть то, что подходит для кетопитания. И подсластители не для кета. То есть то, что лучше исключить из своего здорового рациона. Успехов! Продолжение следует... Продолжение следует...